Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас обзор на необычных немцев. Это Ground Zero GZUF60SQ-A. То ли это широкополосники, то ли это среднечастотники, до конца так и не понятно. Сейчас будем разбираться, смотреть, что находится внутри коробочки. В коробке нас первым делом встречает инструкция на английском и немецком языках и сами динамики. Кроме них в коробочке еще есть сеточка, чуть позже ее покажем. Динамики в стоке выглядят следующим образом. Металлическая сетка в форме сот сверху, маленькая плашка с лейблом GZ, далее пластиковая корзина, терминалы под клеммы, которые расположены по разным сторонам от самого магнита и неодимовый магнит, который находится под медным колпаком, из-за чего получился довольно-таки большим. По материалам диффузора и губы, диффузор сделан из алюминия, что довольно-таки интересно, и губа сделана из каучука. Почему она такая маленькая, а сетка такая низкая? Потому что губа развернута вниз волной и занимает очень и очень мало места. Все-таки это немцы, продумываясь на высоком уровне. Далее текстильная центрирующая шайба, в которую вклеены подводяжки. Теперь поговорим про характеристики данной модели. Номинальная мощность 50 ватт, сопротивление 4 ома, чувствительность 84 дБ, довольно-таки высоко. играют они от 300 до 20000 герц, посадочная глубина 36 миллиметров, посадочный диаметр 61 миллиметр. Довольно таки компактные ребята, которые играют в очень широком диапазоне, особенно для своего форм-фактора. Ну, на самом деле. Теперь мы закончили с обзорной частью, давайте перейдем к тестовой, прослушаем их, сделаем выводы. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, послушали динамики на двух треках. Что можно сказать? Детализация отличная, дифференциация также очень хорошая. Мужской и женский голос отличаются прям сильно, их слышно вместе, но их можно спокойно разделить. Далее про диапазон игры. Он на самом деле такой, какой есть. Мы обрезали их от 250 герц, сильно не наваливали и получилось так, что они отыгрывают буквально все. То есть можно поставить mid-bass сверху этих GZ и получится в принципе очень даже хорошая, качественная и громкая система. Ну, на SQ направлении. На этом на самом-то деле будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и выбирайте себе качественную акустику.